здравствуйте я рада приветствовать вас в доме знаний и сегодня мы продолжаем знакомство с великими композиторами нас ждет встреча с австрийским композитором вольфгангом амадеем моцартом вы уже просмотрели этот урок по теме на сайте в доме знаний после просмотра урок к нам поступили вопросы и я постараюсь ответить на них ходе нашего вебинара более 200 лет назад по всей европе распространилась молва об удивительном пятилетнем музыканте вольфганге моцарте из австрийского города зальцбурга рассказы о том что он с необыкновенным мастерством играет на скрипке клавесине органе передавали из уст в уста поразительный дар мальчика сочинять и играть музыкальные произведения восхищал не только любителей музыки но известных композиторов этот мальчик затмит всех признавали многие из них оригинальные неповторимые пленительные мелодии он создавал почти мгновенно решающую роль его судьбе сыграл отец иоганн георг леопольд который был скрипачом композитором и замечательным педагогом он служил придворным музыкантом в капелле архиепископа за альцбурге в австрии и тема нашего вебинара звучит не стареющий моцарт моцарт был уникальным ребенком вундеркинда он обладал феноменальной памятью и музыкальным слухом первые сочинения он написал в пять лет шести лет начались его триумфальные гастроли вместе с отцом леопольдом моцартом по странам европы где он выступал в качестве композитора и исполнителя за 35 лет своей жизни композитор сумел сочинить более 600 произведений в разных жанрах он создал много замечательных сочинений опер симфоний концертов сонат песен его лучезарная полная сердечной теплоты по весельму прекрасная музыка до сих пор приносит радость людям моцарт создал много симфоний вспомним что такое симфония симфония это большое музыкальное произведение для оркестра слово симфония переводится как созвучие согласия ведь музыканты в симфоническом оркестре всегда играют вместе поступил такой вопрос музыкантов в оркестре много но как они так слаженно играют и не сбиваются да ребята так как симфоническом оркестре большое количество музыкантов доходит до 100 человек то композитор для каждого инструмента пишет свою партию а так как у музыканта своя партия то и ноты для симфонического оркестра называются партитурой вот по этим партиям и играют музыканты дирижер им помогает показывает какие инструменты должны вступить и когда дирижер помощью рук и мимики передает настроение характер громкость и темп музыкального произведения давайте послушаем первую часть симфонии номер 40 моцарта эта тема похоже на рифс волнованного жалующего человека послушайте ее внимательно и услышите как что герой симфонии как бы захлебывая вздыхая жалуются нам на что-то а а КОНЕЦ Ребята, мелодию исполняли скрипки, и это придавало музыке большую певучесть, мягкость, теплоту. Мы продолжаем знакомиться с музыкой великого Моцарта. И часто спрашивают, почему соната Моцарта номер 11 называется «Турецкий марш». Я отвечу, соната – это произведение, состоящее из трех или четырех частей различного характера. И в 1783 году Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11», состоявшую из трех частей. Вот третья часть, заключительная, и называлась «Ронда а-ля Турца» или «Турецкая ронда», или по-другому «Ронда в турецком стиле». Эта часть приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели самовольно переименовали «Турецкая ронда» в «Турецкий марш». Это название так и закрепилось за данной музыкой и стало общепринятым. Название «Марш» довольно точно отражает характер этой музыки. Очень изящный, но упругий по мелодии, четкий по ритму. К тому же слово «Марш» гораздо понятнее слушателям, чем слово «Ронда». Но «Ронда» – это то же самое, что хоровод или круговой танец. Но почему же в турецком духе? Я вам скажу, ребята, турецкая, потому что почти 200 лет назад Моцарт, когда создавал эту музыку в Западной Европе, впервые услышали неизвестную до толи европейским слушателям турецкую музыку. И в музыке этой большую роль играли разные ударные инструменты. Особенно большой барабан, изобретенный на Востоке и получивший широкое распространение в Турции. Долгое время он назывался поэтому турецким барабаном. Шумные удары этого барабана Моцарт очень остроумно и воспроизвел в своем произведении под названием «Ронда в турецком стиле». И что особенно важно, Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов классик. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. А в некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже исполняют вместо школьного звонка. И считается, что у музыки Моцарта есть какой-то лечебный эффект. И она помогает предотвращать стрессы у детей. Давайте послушаем отрывок из «Ронда в турецком стиле». «Ронда в турецком стиле» «Ронда в турецком стиле» «Ронда в турецком стиле» Вы заметили, что музыка веселая, танцевальная, но в то же время нежная, а иногда громкая и торжественная. А главная тема все время повторяется. Слышно, как фортепиано имитирует мелкую барабанную дробь. Надо сказать, что среди произведений Моцарта очень много не только симфоний, но и опер. В их числе известная комическая опера «Свадьба Фигара». Вспомним, что такое опера. Опера – это музыкальное произведение, где все вместе в единое целое слиты поэзия, трамотическое искусство, вокальная, инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись. Также декорации и костюмы. Но главным выразительным средством в опере является, конечно же, пение. Моцарт написал комическую оперу, смешную и веселую. Представьте, что мы с вами находимся в музыкальном театре. Начинается спектакль, звучит увертюра. Ну, увертюра, как вы знаете, это вступление к опере. Увертюра переводится как «открытие», «начало». И чаще всего именно увертюра открывает оперу. Давайте мы с вами послушаем отрывок из увертюры «Свадьба Фигара». Потом продолжим с вами разговор на эту тему. Кстати, действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмовины, где домочадцы за это короткое время успевают исплести интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и даже примирением. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Овертюра прозвучала очень жизнерадостно, подвижно. На протяжении всей овертюры сохраняется праздничное настроение. Надеюсь, вы это услышали. А быстрый темп, жизнеутверждающие звучания, пассажи, шорохи, внезапные аккорды духовых создают атмосферу таинственности и интриги. Все это, ребята, Моцарт. Я хочу, чтобы вы знали, известные овертюры, созданные композиторами как вступление к опера, часто звучат на концертах симфонической музыки как самостоятельные произведения. И сегодня мы вспомним не только некоторые интересные факты из жизни величайшего композитора всех времен Вольфганга Амадея Моцарта. Наш вебинар подошел к концу. Хочу пожелать, чтобы ваши сердца не уставали дарить людям добро и согласие. И пусть музыка поможет вам в этом. Нестареющая музыка Моцарта. Мы встретимся с вами на платформе Дома Знаний. До свидания.